Попильон 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 Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о особенностях породы Попильон. Узнаем о характере собаки, а также коснёмся темы ухода и питания. Порода Попильон, иначе собака-бабочка, знакома людям более 600 лет. Ранее её называли Тойспанелем. Попильоны были любимцами короля Генриха II, который в свою очередь тратил кругленькую сумму на содержание своих питомцев. Стандарт породы был описан в 1934 году. В 20-м столетии Попильон был скрещен со шпицем для улучшения породы. Сегодня отличительной особенностью Попильона являются необычные, большие и лохматые уши. Красивая, блестящая шерсть и хвостик. Попильон – это гордость Франции. Пёс до сих пор помнит своё королевское предназначение и требует к себе подобающего отношения. Французы его ласково называют «цветком». Порода Попильон, по своей внешности, выглядит забавно и одновременно элегантно. Голова маленькая, соответствующая телу. Нос маленький и чёрный. Мордочка слегка заострённая. Глаза миндалевидной формы – тёмные. Прикус ножницеобразный. Уши стоячие, похожие на крылья бабочки, обильно покрыты шерстью. Хвост с высокой посадкой. Конечности в сравнении с телом длинные. Движения у Попильонов – плавные и лёгкие. В холке достигают до 28 сантиметров. Вес кобелей составляет до 4,5 килограммов. Суки немного тяжелее, весят до 5 килограммов. Шерстяной покров Попильонов – обильный и шелковистый. Шерсть короткая. На морде и теле шерсть короче, чем на шее. Подшерсток отсутствует. Окрас шерсти, чаще всего, бывает трёх видов. Белый с чёрным, белый с саболиным и триколор, объединяющие в себе саболиной, белый и чёрный. Белый цвет всегда преобладает. На морде имеется тёмная маска. Ярко выраженный, белый цвет на морде, считается пороком. Попильон славится своей чистоплотностью. Поэтому, часто мыть собаку-бабочку, не надо. Только по мере необходимости. Расчесывать шерстку, рекомендуется два раза в неделю. В период линьки, расчесывать питомца, необходимо каждый день. Обязательно нужно следить за состоянием глаз и ушей. Для профилактики, рекомендуется, один-два раза в неделю, протирать глаза отваром ромашки и очищать уши от серы. Если питомец не участвует в выставках, желательно проводить специальные стрижки. Питание папильона должно быть максимально сбалансированным. Собаку можно кормить готовым кормом премиального класса или пищей домашнего приготовления. В рационе питомца, обязательно должно присутствовать, нежирное мясо. Это может быть отварная телятина, говядина, или птица. Во взрослом возрасте, собаке можно давать суп-продукты. Два раза в неделю, морскую рыбу без костей. Не чаще одного раза в неделю, дают куриное яйцо. Кисломолочные продукты, как и мясные, не должны быть жирными. Не следует забывать про вареные овощи, как основной источник витаминов и минералов в натуральном питании. Из круп желательно выбирать рис и гречку. Порода папильон – это компактная, добрая собака, которая хорошо живется в маленькой квартире. Она очень доброжелательна к детям и отличный компаньон для всей семьи. К другим домашним питомцам относится лояльно, но может иногда проявлять чувство ревности. Агрессии к посторонним людям собаки не проявляют. Папильоны очень общительные и любознательные создания. Не надо воспринимать бабочку карманной или диванной собачкой. Папильоны полны энергии, они обожают бегать, играть и веселиться. Папильоны тоскуют в одиночестве и преданно готовы ждать возвращения хозяев домой. Порода хорошо поддается дрессировке. Одна из главных целей собаки – сделать хозяина счастливым. Заниматься воспитанием щенка папильона следует начинать с трех месяцев. В это время питомец должен усвоить основные команды и выполнять их беспрекословно. Нельзя во время занятий кричать на щенка и наказывать его за провинности. А вот на ласку и любовь четвероногая бабочка ответит тем же. Папильон – уникальная порода и подойдет людям всех возрастов. Питомца можно содержать в квартире или в частном доме. Этот ушастый и веселый друг подарит всем членам семьи бесконечную радость и веселье. Спасибо за внимание.